Ведущие эксперты обсудили актуальные вопросы. Главное на повестке дня, почему следствие затягивает передачу дела Игоря Пушкарева в суд. Андрею Лушникову, помощнику временно отстраненного от обязанности мэра Игоря Пушкарева, предъявили дополнительное обвинение в том, что он являлся пособником в передаче взятки от Андрея Пушкарева Игоря Пушкареву. Эксперты считают, что это попытка оказать давление на Андрея Лушникова. Суть в другом. В марте появилось новое обвинение во взятке, это более тяжкая статья, и это позволяло людей под стражей держать более года. Здесь самое интересное, а что это было за взятка? В качестве взятки интерпретировали оказание услуг, к примеру, установку охранной сигнализации на доме Игоря Пушкарева. Или, к примеру, покупку дома для сына Игоря Пушкарева. Как рассказали политологи, любую передачу денег, даже между родственниками, можно считать взяткой. Но признают ли ее в суде вопрос открытый. Новых улик, по словам экспертов, за время следствия не появилось. Появился новый эпизод, чтобы продолжать держать людей под стражей, оттягивать суд в надежде, что кто-то из них скажет, да надоели вы мне, давайте что-нибудь я тебе подпишу и скажу, да? Мы можем предположить так. Мэр именно об этом и пишет в соцсетях, что фактически неоднократно Лушникову предлагали оговорить мэра с тем, чтобы упростить задачу следствия. Тот на этот момент отказался от этого. Под стражей Андрей Лушников находится больше года. Недавно у него родился ребенок. Семья ждет счастливого завершения дела. Весьма закрытая процедура, именно расследование этого дела. У нас же дела как раз возбуждаются громко, сразу куча деталей, там деньги в коробках. Да, потом молчок. Потом даже по некоторым делам проявляются какие-то дополнительные детали. А тут вот такая вот вспышка, ни денег, ни золотых часов, ничего. И все. И потом тишина. Уже год. Только защита говорит. Ну и слава богу, что может говорить. И только в суде. Вот уже, видимо, осенью, а может быть и зимой мы это увидим. Но опять-таки, если дело сюда приедет, вот тот срок, о котором говорят эксперты. Теперь это там октябрь, ноябрь. Также в разговоре политологи вспомнили о недавнем отчете Константина Межонова. Новый исполняющий обязанности мэра города отчитался перед депутатами о деятельности администрации за прошлый год. Важной деталью, наверное, с самого начала было то, что он отметил, что нынешний курс, нынешние достижения и результаты – это заслуга, в первую очередь, Игоря Пушкарева и его команды. Потому что тот вектор, который он выстроил за прошлый год и предыдущие годы, начиная с 2008 года, он дает свои результаты. Вспомнили не случайно. 90 дней исполняется сегодня со дня назначения Константина Межонова на пост исполняющего обязанности мэра города. По словам экспертов, администрация продолжает работать над городскими программами создания комфортной среды и эффективно выполнять поставленные задачи. Ольга Продан, Василий Косилов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.